добрый день сейчас мы находимся в нашем сливовом саду поле мы живем в крыму сейчас середина февраля у нас идет обрезка сливы в этом видео я бы хотел ответить на очень часто задаваемый вопрос для опытных садоводов ничего нового я не расскажу а для новичков информация это я думаю будет полезно так как очень часто у меня об этом спрашивают примеру сейчас мы начнем со сливки вот обратите внимание где находятся у нас цветочной почки я не буду называть термины генеративная вегетативная давайте я наверное буду говорить по простому цветочная и листовая почечка я думаю так будет лучше понятно вот смотрите примеру сорт сливы ненька обратите внимание вот идет тройная почечка 1 2 3 по центру у нас находится листовая почка по краям у нас находятся цветочные почечки вот эти две их видно они отличаются вот смотрите вот тут немножко лучше видно видите вот эти цветочные почки они у нас идут более округлые более объемные листовая почка она всегда остренькая и тоненькая вот смотрите здесь здесь у нас получается две почечки идет вот одна у нас цветочная почечка вот эта почечка у нас листовая на разных сортах есть некоторые отличия но принцип у нас все равно остается один на некоторых у нас почка более остренькая на некоторых более округлая вот смотрите вот у нас побежек сорта сливы стенлей вот заметьте есть некоторое отличие цветочная почечка у нас идет видите она тоже более объемная по сравнению с листовой которая по центру находится но она немножечко вытянутая по сравнению с вот этой которой я вам показывал видите есть некоторое отличие вот этот сорт вот этот сорт но принцип у нас остается тот же самый листовая у нас идет острая цветочная почка у нас идет более объемная ничего сложного в этом нет здесь легко можно отличить вот посмотрите здесь на макушечках побегал вот смотрите у нас идут только листовые видите вот они идут прям остренькие такое предчувствие что можно вроде как аж порезаться это почка видите то есть ничего сложного нет вот к примеру смотрите по вот этому побегу это жировой побег жировые побеги в начале побега почти не закладывать цветочную почку вот смотрите только идут листовые вот видите листовая вот листовая вот смотрите вот листовая видите вот побег ближе к солнцу повыше вот уже начинает появляться цветочная почка вот смотрите по центру опять же у нас идет листовая вот по краешкам у нас идет цветочная почечка очень многие также задают вопрос вот сколько лет нашим деревьям допустим сорт сливы стенлей очень много лет мы до сих пор не видели цветение что хочу вам сказать первым делом на начало плодоношения влияет подвой это самое основное ну конечно же будет еще зависеть от того какие были морозы может быть там морозы были очень сильные почка просто вымерзла весной само собой там ничего у нас не проснется никакого цвета вы не увидите это если прям был сильный мороз если же все нормально было с морозами ничего у вас не вымерзла то понятно большую роль играет подвой у нас слива на подвое дикая алыча желтая цвет начинает появляться еще даже в школке в принципе там на первый на второй год у нас уже кое-где даже проскакивают цветочные почки понятно что по сезону эта почка она дальше у нас не идет за зацвело вроде деревца смотришь потом она усохла и отвалилась понятно силы еще нету дерево то есть дальше ничего у нас не пойдет потому что дерево еще молодое до задают вопрос может быть выкорчевать ну если столько лет у вас росло дерево но вы же столько ждали ну подождите еще ну куда деваться она все равно должно зацвести не может такого быть чтоб дерево не зацвело ну придется немножко больше подождать такие случаи бывают очень часто и к примеру скажу вам по персику вот допустим вот это у нас побежек сорта посол мира вот посмотрите как здесь уже отчетливо все видно вот смотрите но принцип остается тот же самый вот у нас идет три почечки к примеру 1 2 и по центру третья почечка тот же принцип по центру идет листовая по краям у нас идет цветочная видите февраль месяц уже какие набухшие почки здесь все прекрасно видно вот если мы пойдем немножко выше по побегу вот смотрите вот это листовая ну и и прекрасно видно она тоненькая она остренькая все ничего здесь хитрого такого нету вот тоже самое смотрите вот идет у нас цветочная вот 2 листовых острые тонкие бывает некоторое отличие допустим вот побег сорта а спич вот видите сразу разницу вот какая разница у нас идет тут по послу мира допустим вот я вот так ближе покажу вот по послу мира вот такие объемные почечки видите таки более округлые они идут и вот а спич сорт идет у нас вот смотрите у него почки отличаются они идут потоньше поострее немножечко но все равно по отношению к листовым почкам они более объемные вот по центру идет листовая вот по краям у нас идут цветочные почечки многие очень часто задают вопрос когда начинает плодоносить персик то же самое в школке только мы окулируем почку на следующий год она уже зацветает то есть у нас уже есть свет но это не говорится что у вас уже будет урожай само собой его оставлять не надо вы первый год должны выламывать полностью эти все почки как я уже говорил не один раз то она и сама может дальше не пойти эта почка она зацветет вроде все нормально а потом она может усохнуть и просто отвалиться ничего хитрого в этом нет очень многие говорят одну здесь надо быть профессионалом чтобы отличить почки ну давайте подойдем вот к дереву персика вот смотрите это дерево сорта red heaven что здесь сложного я считаю сложного ничего в этом нет вот посмотрите как он закладывают почку сейчас февраль месяц как можно здесь не отличить цветочную почку вот посмотрите вот все вот это все вот это все цветочная почка вот смотрите вот это все это цветочная почка не отличить это просто невозможно не надо здесь быть никаким профессионалом здесь разобраться в этом может любой ближе к весне понятно эти почки будут увеличиваться еще больше в размерах начнет появляться розовый конус ну там почка вообще будет огроменная так что ничего здесь хитрого и нового я думаю эта информация для новичков может пригодиться а вам желаю хорошей погоды и отличных урожаев следите за нашим каналом у нас еще есть очень много полезной информации до следующих встреч